На прошлом заседании городской думы депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги, депутата Алексея Ганшина. Это решение было связано с переходом его на новую должность. В ходе этого заседания думы народные избранники утвердили новую кандидатуру. Экономист ОАО «Водоканал» Алина Гаврилюк единогласным решением была принята в ряды депутатов. Председатель городской думы Евгений Биланов, как и полагается, вручил ей депутатское удостоверение. Далее с отчетным докладом об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по городу Черкесску в первом полугодии 2015 года выступил начальник отдела Владимир Корнеенко. Отчет он начал с оценки криминальной обстановки в республиканской столице. Так, в частности, за истекшие 6 месяцев было совершено на территории города 790 преступлений, а одна треть из них – это кражи. С нами задержана группа, наверное, вы знаете, это было в средствах массовой информации, и она состоит из двух граждан нашей республики. Один гражданин – наш житель города Черкеска, к сожалению, он бывший сотрудник полиции, но его вовремя там, будем говорить, уволили, и один житель нашей республики. Значит, группа интернациональная, около 14 эпизодов задокументирована по квартирным краям, в том числе и эпизоды по городу Черкесску раскрыты. Заказных и резонансных убийств в городе Черкесске за последние полгода не было зарегистрировано. Все они носят в основном бытовой характер, но при этом возросло количество разбоев и грабежей. Зарегистрированы неоднократные нападения на небольшие магазинчики, которые торгуют круглосудочно. Лица, совершающие данные преступления, это в большинстве своем либо ранее судимые, либо молодые люди, имеющие наркозависимость, подчеркнул Владимир Корниенко. Жители республики часто также становятся жертвами преступников, похищающих денежные средства через систему «Мобильный банк». На подобном виде мошенничеств специализируются в основном лица, находящиеся в местах не столь отдаленных. Как узнают преступники, номер того телефона или определенная сумма, которая находится на телефоне, это всем не секрет. Есть определенная база, она уходит преступникам. Нашими методами раскрывается часть, всего лишь небольшая часть этих преступлений. Большая часть денег, к сожалению, уходит из республики. Деньги обналичиваются в местах, где содержатся, это в основном специализируются группы, которые находятся в местах СИЗО, тюрем и ТК, которые отбывают наказание. Вопросы у депутатов возникли в ходе заседания и по работе участковых уполномоченных. Народные избранники и раньше отмечали, что некоторые представители правоохранительных органов работают спустя рукава. Все пытаемся как-то расшатать наших участковых, чтобы они повернулись ближе к населению, ближе к депутатскому корпусу. Где-то есть положительные избеги, где-то нет. Приходится хирургическое вмешательство, увольнение, другие вопросы. Многие преступления, совершаемые на улицах Черкеска, удается раскрыть благодаря работе ситуационного центра, отметил в своем отчетном докладе начальник городской полиции. Напомним, что в декабре прошлого года в Черкесске, в разных частях города, было установлено около 120 камер видеонаблюдения. Результаты не заставили себя ждать. Увеличилось количество раскрываемых преступлений, а также снизилось количество дорожно-транспортных происшествий в городе. Количество видеокамер планировалось довести до 300. У депутатов возник вопрос, почему же полицейские не спешат перетворять свои планы в жизнь. Вот это чья вина, что эти камеры до сих пор не будут? Ну, я просто думаю, что меня может потерять, может нет. Нет, но то, что у нас вечером, ночью на улицах творится, когда, ну, невзирая на все эти светофоры, люди на больших машинах, туда-сюда, с опасностью для жителей. Вот эти камеры, что там, в чем проблема? Там заказчик все есть, были найдены камеры. Единственный вопрос, время установки их. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, в этом году мы их установим. Депутаты добавили, что было бы целесообразным установить видеокамеры и на окраина города, где довольно часто молодые люди устраивают гонки. Далее был обсужден вопрос создания в Черкесске добровольных народных дружин. Произвучали предложения изучить опыт московского региона. Там бесплатный проезд, плюс студентам определенные льготы, взрослым определенные льготы. Поэтому там в материальном плане они заинтересованы идти. По ЖКХ определенные у них несколько процентов, но сейчас, не знаю, в связи с этим кризисом, может отменят, но там у них очень существенные льготы. И там реально, я вам скажу, у них есть определенная квота, 120 дружинников. А там очередь, дружинники, очередь, потому что квота. Тема безопасности дорожного движения была продолжена. Так, при рассмотрении вопроса о работе общественного транспорта, организации дорожного движения и парковочных мест на территории Черкеска, депутаты высказали свое недовольство тем, что ранее вынесенные ими предложения не были учтены. Так, например, с депутатами не была согласована схема обустройства новых парковочных мест Черкески. Сейчас мы вам, Александр Иванович, озвучим там новые уже адреса, где будут парковки расположены. Но вот самой схемы мы на комиссии не услышали. Хотя в июне такое получение было, ранее мы говорили об этом. Неужели это было сложно, вот эту схему так согласовать ее? В завершении заседания с отчетным докладом выступил начальник коммунального отдела мэрии Черкеска Валерий Камурзаев. Он проинформировал депутатов о той масштабной работе, которая проводится в Черкесске по предупреждению подтопления зданий и сооружений, в частности обустройства на некоторых улицах города ливневой канализации. Хатима Куршева, Михаак Ракелян. Итоги недели.